Они потеряют деньги, они потеряют какое-то влияние, поэтому они осторожны по части негативных предсказаний. Если они делают какие-то предсказания, стараются, как я понял, чтобы они были двусмыслены, чтобы было сложно понять, что может повезти. Ну или там тебя ожидает серьезное испытание, ну ты выйдешь из них успешно. А что за этим стоит? А можно ведь сказать неуспешно, а живым и невредимым. Означает ли это успех? В некотором смысле да. Ты выйдешь из этих испытаний. Вопрос, где ты окажешься, когда ты из них выйдешь. Ну я привожу такой пример шуточный. Ну все вот, так знаете, это зыбкая такая, тем более там они от каких-то психи-генераторов пытаются защититься. Ну это вообще бред чистой воды. Ну просто бред. На этот бред тратятся деньги. Почему он процветает? Потому что, а, есть люди, которые к этому относятся серьезно, и б, на все это идут деньги. А деньги это прекрасно, если психи-генераторы сомнительные, то, соответственно, вы говорите, что вы от них защищаете, но вы защищаете от того, чего на самом деле не существует. Кстати, от этого легко защищать, между прочим, если этого не существует. Конечно, от этого проще всего защищать. Но зато это может стоить изрядных денег. Или вы там порчу, защищаете от порчи, от оккультного воздействия, говорите, что вот мы защитили, там пытались повлиять. Они этим занимаются минимум с 93-94 года. Эти люди находятся в штате Федеральной службы охраны. Говорят, что там основной лидер вот этих вот, вешать ему лапшу на голову, там, насчет генераторов, это Ковальчук, который серьезно увлечен этими делами. Ну, их два брата, Михаил, да, но ближе к президенту Юрий. Вот Юрий, он увлечен мистикой и оккультизмом, еще раз повторю, разбирается. Михаил, он ученый, ну, кстати, неплохой ученый, на самом деле, говорят. Ну, вот у него тоже есть такие умственные движения в эту сторону. Он там большой поборник идеи искусственного интеллекта, и он как-то смог президенту внушить, что с помощью искусственного интеллекта можно совершить колоссальный прорыв, в частности, оцифровать личность Путина. То есть, оцифровать и поместить ее в сеть. И он будет жить вечно. Я не шучу. Они ему эту идею продали еще год-два назад, и под это получили гигантское финансирование. И говорят, ну, каждый раз говорят, мы на грани прорыва. Ну, слушайте, Валерий, ну, это же только нужно иметь интеллект ПТУшника, чтобы поверить в этот бред. Вы знаете, в чем-то российский президент чрезвычайно изощрен, чрезвычайно изощрен, это правда, недоверчив, даже мнителен, а в чем-то, ну, это же все-таки очень близкие друзья, надо же кому-то доверять. Ну, вы не можете жить никому не доверяя. Вот он им доверился. Может быть, они сами в это верят, я не исключаю. Может быть, они в это верят, и, знаете, такая убежденность, она способна заражать других людей. Потому что это не первый опыт в истории современной России, были и другие, когда такого рода паранаучные исследования, Ковальчук хотя бы ученый, а вот были случаи, когда там разного рода, ну, не побоюсь их, но они и были шарлатанами люди, там обещали прорывы, там торсионные двигатели, получали финансирование, были специальные группы в штате Министерства обороны, в КГБ СССР. КГБ же чем только не занимался, в частности, проблемой управления времени. То есть, ну, в обиходе мы могли бы это назвать машиной времени, они этим занимались, и по, вот, я знаю, сказали, что, ну, мы добились определенных успехов. Это меня потрясло, не скрою. Кстати, потом эти исследования полностью исчезли. Почему нет, Валерий, если дочь Путина занимается проблемами бессмертия, ей на это дают какие-то колоссальные деньги, почему же КГБ не может управлять временем, понимаете? Да вот как-то все, назад вернуться они могут, вот я так смотрю. А вот вперед куда-то прорваться, прорыва нет. Вот какая-то дурная повторяемость. Вот это сейчас заметно. Ну, вы знаете, ведь на этой неделе был какой-то форум у них там по искусственному интеллекту. Да, и я, мое внимание привлекло как Минцифра, и их министр сказал о том, что, как это, у Орлуши, мы с тобой в России остались одни, то есть все компании ушли с рынка, теперь им остались одни и предоставлены себе. Я только не поняла, это он так троллил вообще Путина, или он действительно радуется этому? Что он испытывает, я могу догадаться. Ну, он так выразился безэмоционально. На самом деле Россия достигла цифрового суверенитета. Иностранных компаний уже не осталось, все. Вот, конечно, это плохо, это не просто плохо, это катастрофа. Потому что жить в современном мире в условиях цифрового суверенитета, я даже не хочу это комментировать. Ну, президенту это должно польстить. Ну, сам Шадайов, министр, он человек очень компетентный, он понимает все это. Ну, видите ли, они вот все эти министры, многие из них компетентные, они хорошие профессионалы, но они пытаются эту систему поддерживать. Я имею в виду экономический механизм. Причем они знают, что это все равно будет катастрофа. Вот в этом уже сомнений нет ни у кого из них. Они точно знают, они уверены в этом. В частности, мне рассказывали там о том, как выходят люди после совещания финансового блока и Центробанка. Для них нет лица, просто нет лица. Они ничего не говорят. Это все там хранится в туне. Но по их поведению, по выражению лиц понятно, что дело дрянь. Это я так еще очень мягко формулирую, не буду говорить с большевистской откровенностью. Вот. У меня есть знакомые в этих кругах. И судя по тому, как они сейчас выглядят и как они ведут себя в быту, ну, я понимаю, что дело плохо, да. Дело откровенно. Министры это знают. Они знают. Ну, кто-то цинично там продолжает осваивать ресурсы. Ну, а что? Ну, осваиваем. Есть возможность. Осваиваем. Обещаем прорывы. Обещаем импортозамещение. Финансовый блок работает, кстати, очень хорошо. Потому что российская финансовая система не рухнула. Это факт. Это благодаря этих людей. Ну, да. Там же эта женщина, которую возглавляет Центробанк, Небиулина. Небиулина. Небиулина, извините. Да. Она, в общем-то, она же неплохой банкир. Она имеет артериет. Она хороший специалист. О ней Тинько хорошо отзывался. Более того, она два раза пыталась спрыгнуть с этого корабля. Но ее даже не схватили и сказали, что да. Президент ее не отпускает. Но вот эта независимость позволяет ей себя вести довольно... Ну, не хочу сказать, что дерзко, но уверенно. Она уверенно себя чувствует. Она в каком-то смысле незаменимая. Она Силуанов, хотя там Силуанов Путину не нравится. К Небиулиной он очень хорошо относится. Он называет ее лучшей главой Центробанка, которые вот при мне были. То есть она его очень устраивает. И в силу компетентности, видимо, в силу гибкости. Но это не отменяет некоторых тенденций. Понимаете, тенденция все равно движение к обрыву. Рано или поздно мы к нему сейчас цепляемся, пытаемся остановить скольжение. Но, увы, оно продолжается. Может быть, иногда замедляется. Кажется, что почти остановились. Потом вдруг понимают, что снова вниз. В частности, они очень негативно отнеслись к идее мобилизации, к ее последствиям. И для финансовой системы, и для экономики в целом. Ну, и они принимают решения. Пригожинская линия, интересно. Говорят, что он мечтает стать сенатором. Как-то себя легализовать в этом мире, пока готовят ракеты из говна и палок. Потому что уже, как говорят, ракеты заканчиваются. И интересно, что ФБР опять объявил розыск. Его и даже пообещал 250 тысяч долларов за сообщение, где он находится. Но я думаю, что это такой троллинг. Потому что для ФБР вряд ли секрет, где находится Евгений Пригов. Это не троллинг. Это часть их стратегии такой, пиаровская, не только. Они показывают, что ты у нас в списке. Что мы будем следить. Мы будем повышать, если там потребуется, плату за тебя, как они с Усамой Бен Ладеном. Там до 5 миллионов довели. Я не помню. Даже, наверное, выше. Даже выше было. Пригожин, нет, его амбиции больше, конечно, чем сенатор. Он хочет стать минимум делателем королей. То есть повлиять на то, кто станет будущим президентом Российской Федерации. Это первое. Второе, он хочет действительно повлиять серьезно очень на российскую политику. Он уже сейчас влияет на нее. Но он хочет повлиять еще больше. Потому что, когда начнется национализация, она, по всей видимости, начнется в рамках, после объявления военного положения, Пригожин будет осуществлять такую красногвардейскую атаку на крупный капитал. Потому что он знает, как оказывать воздействие на людей. Само его появление уже вызовет нужную реакцию. Так что у него очень-очень большие амбиции. Это, естественно, многих пугает, настораживает, превращая их в оппоненту Пригожину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok